На сервере сейчас мы быстро это проверим. Да, они разминаются и готовятся, поэтому через 4 минутки где-то, я думаю, мы начнем. Итак, сегодня у нас будет 2 команды, красные и синие, они сформированы. Каждая команда включает в себя 3 игроков из Battlefield 1142 и 3 игроков из Battlefield 2. Итак, в красной команде у нас находится DAF, это админ ресурса Новгеймс и глава клана Альянс Котлета, это игрок мод Real War в Battlefield 2 с Ниппон, боец клана Новс Турс из Battlefield 1142, эльфдроид, который представляет клан Airfight, тот же клан, что и я, собственно, в BF2. Вот, ну и немножко в 2142 мы тоже заезжали проездом, так сказать, гастролировали. Art of Rampage, это глава клана Новс Турс, конечно же, тоже из 2142, и заели комары, боец сообщества 40H, который известен в BF2 комьюнити как активные амбассадоры, скажем так, моды Real War тоже. И переходим к синей команде, за которую у нас играет The Human, глава клана Ghost Division 2142, Goofy, это админ T-геймер, по совместительству член небольшого такого совсем клана АСА в BF2, прошу прощения. Regulus, это бывший ветеран клана Alliance, нынешний боец клана Century, по-моему, он так произносится, я прошу прощения, если неправильно произнес. Грушунов, это ветеран сервера T-геймер и тоже боец клана АСА, Мистер Мираж, боец клана GDS 2142, и Тема 567, это главный админ PlayBF2 и серверов T-геймер, вообще всех. Вот, собственно, с составами мы ознакомились, давайте посмотрим, да, игра у нас тоже отображается, все хорошо, поэтому мы можем вот так вот с вами сделать, хоба. Ох, как высоко мы полетели. Вот, собственно, сегодня у нас первый день этого ивента, поэтому сегодня мы будем с вами находиться в BF2, завтра в это же время мы будем с вами смотреть Battlefield 2142. Пару вещей тоже сразу скажу, во-первых, записи обоих дней будут доступны на канале PlayBF2 на YouTube, ссылочка будет появляться вот у вас сейчас в чате по ходу просмотра, так что обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы, в принципе, не пропускать подобные видосики, когда они будут выходить. Вот, и второе это то, что если вы вдруг решите поддержать сервера в 2142 или в BF2, сервера Новгеймс или, соответственно, PlayBF2, вы можете совершать любые донаты по ходу сегодняшнего или завтрашнего стрима, вот, все собранные ресурсы мы, соответственно, равномерно разделим и направим на поддержку серверов PlayBF2 и Новгеймс, потому что, как вы, наверное, знаете, сервера работают не просто так, за них надо платить аренду и вот это вот все, вот. Вот, и мы решили такую, ну, какую-то благотворительную, что ли, нотку привнести в этот ивент и заодно помочь, собственно, серверам, которые мы с вами любим и на которых мы с вами играем в их нелегком деле, а именно в жизни спустя сколько-то там миллион лет после выхода самих игр, там, по-моему, 15 и 16 лет, соответственно, прошло, или 14-15. Так. Эльф-дроид. Можно голосование сделать, кто откуда. А вот, кстати, хорошая идея, я думаю, что мы где-то в социалочках такой запостим. И поглядим, кто там откуда пришел. Так, сейчас, прошу прощения, да, все. Ну, все, на своих местах. По поводу того, что мало людей, ну, пока что, я говорю, это первая такая ласточка, поэтому мы собрали по 6 представителей из каждой дисциплины, да. В будущем, возможно, мы какие-то и большие ивенты будем делать, знаете, там, на много человек. И, может быть, конквест поиграем. Может быть, еще что-то. Но вот сегодня у нас будет пехота, и завтра тоже в режиме нон-ФБФ, то есть флаги захватываются в произвольном порядке. Вот. На самом деле, не так просто найти сразу людей, которые, во-первых, достаточно неплохо играют, да. Во-вторых, готовы играть в обе игры сразу. Вот, обычно это либо лютые фанаты БФ2, либо лютые фанаты 21-42, которые такие, нет, фу, мы не будем. Вот. Возможно, в стане этих людей возникнут смуты после того, как вы, собственно, сегодня посмотрите, как ребята из двух разных дисциплин играют бок о бок, собственно, в обе эти дисциплины. Поэтому, ну, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Но, конечно же, никто не говорит, что вы должны любить эти обе игры одинаково. У каждого свои предпочтения. Но, на самом деле, они действительно очень похожи между собой. В очень большом количестве вещей. Даже вот эта карта Strike at Carcane, которую мы сейчас будем с вами смотреть, она есть, собственно, и в БФ2, и в 21-42. Просто в БФ2, и в 21-42 она такая более снежная. То есть там все в снегах уже, вот. А здесь, видите, все-таки еще жарковато довольно. Собственно, кому интересно касательно карт, сегодня у нас будут карты Strike at Carcane и Row to Jalabad в БФ2. А завтра мы будем смотреть с вами две карты из 21-42, а именно Camp Gibraltar и Fall of Berlin. Вот. Тоже известные такие пехотные карты в комьюнити 21-42. Так, давайте тут без реклам ставок. У нас никаких платных ставок нет. Но вы можете, конечно, делать ставку и смотреть, опираясь на составы, какая из команд вам больше нравится, красная или синяя. Вот. И болеть за них. Ну, в принципе, я думаю, что в каждой команде есть ребята, у которых есть там свои фанаты. Вот. Поэтому в этом плане можете, конечно, да, делать ставки. Но деньги у вас никто не будет за них брать. О, Red Team пилорамы пишет. Вот пилорам болеет за Red Team, например. Я на самом деле надеюсь, что победит в первую очередь Дружба. Вот. Потому что затевалось это все как сбалансированные составы. И я надеюсь, что они таковыми и будут. Так, ну у нас что-то немножко затягивается все. По-моему. И кого-то из игроков в синей команде не хватает. У нас? Почему-то. А, вот заходит Грушунов. Сейчас, давайте поторопим, ребят. Немножко они долго собираются. Но, опять-таки, первый раз все бывает. Да, Дружба, само собой. Собственно, ну на самом деле, действительно, этот ивент затевался. В первую очередь в целях выстраивания долгой дружбы между нашими сообществами. Я надеюсь, что если даже люди не захотят играть в обе игры сразу, то они хотя бы будут, ну, знать игроков из другой дисциплины. Там, заходить на какие-то стримчики, болеть за них. И как-то поддерживать. Потому что, ну, суммарно, если вот считать нас всех, да, с вами, то нас действительно осталось очень немного. Все-таки игры довольно старые. Вот. И мне кажется, нам действительно хорошо бы было объединяться и сплочаться как-то. в наших старых игрульках. В старых баттлфилдах даже, я бы сказал. Вот. И как-то друг друга действительно поддерживать. Так, последние приготовления идут. Сейчас буквально на минуточку я вас покину. И я снова тут. Ну, размножаться не знаю. Но, кстати говоря, действительно, есть примеры баттлфилдовцев, да, которые на самом деле уже являются вторым поколением. То есть это дети вот тех ветеранов, которые играли давным-давно. Вот. И тоже пошли по стопам своих родителей. И тоже сейчас играют в эти игры. Это довольно прикольный опыт. Вот. И действительно, мы с вами росли на этих играх. Растили детей некоторые. Вот. Сами взрослели. Но это действительно такой интересный опыт. Так, пишем, что... РС. И даем рестарт. Потому что... Что? Потому что я организатор этого ивента. Такой вот спойлер. Так. И у нас рестарт. Который, собственно, вы все видели. Давайте еще напишем вот так. Да, ребята пишут лайф из красной команды. Из синей команды тоже лайф. Отлично. Мы начинаем смотреть с вами за синюю команду. Которая у нас начнет за сторону USMC. За атакующую сторону. И, собственно, посмотрим, как будет развиваться их наступление. В следующем раунде посмотрим, соответственно, за командой красных. Итак. Сквад у нас собран. Гуфи будет сквад-лидером. По крайней мере, пока. Но посмотрим, что начнется... Что будет у ребят. В принципе, тут есть три направления. Вот центр, набережная и вот эта горка. И посмотрим, что они предпочтут. Напомню, что мы играем нон-фбф. Поэтому флаги могут захватываться в произвольном порядке. И сейчас, конечно, синей команде в первую очередь важно вот просочиться куда-то по карте. Занять стратегические точки. И начать навязывать игру именно вот с середины карты. Пошел спот. Регелус спотает. Хьюман ему помогает. Вот видите, ребята из 21-42 сразу начинают тактикой тут брать. Так, идет продвижение. У нас четверо человек идут по центру. И два человека у нас вместе со сквад-лидером. Это Тема и Гуфи. Гуфи отходит у нас на левый фланг. Гуфи просачивается как раз вдоль карты. Тема его тут прикрывает. Завязывается перестрелка с Дафом. Даф, игрок 21-42 тоже здесь выбивает админа БФ-2. Гуфи тоже узнают. По нему есть информация. Идут за ним. Давайте пока понаблюдаем здесь. Видим, что у синих развивается вполне успешное наступление на отель. Тема здесь снова выходит встречать. Прикрывает. Забирает его эльф-дроид. Эльф-дроид бежит дальше. Работает по Гуфи. Гуфи забирает эльф-дроид. Здесь очень технично отрабатывает. Ну, ветеран БФ-2 действительно знает, что делать в таких ситуациях. Что делать в 5 на 5. Здесь тоже немножко не заклеилось у синих. Но Мираж просочился под отель. Возможно, он даже успеет его забелить. По нему нет пока что информации у красных. Вот сейчас есть. Заходит один игрок. Встречает Миража. Это был Снепон. Тоже игрок 21-42. И здесь работает оборона. А атака у синих начинается заново. Так, три человека у нас заходят по центру. Это Горшунов, Регелус и Тема. Опять сейчас 7. Гуфи опять, мы видим, идет слева. Ребята из красных здесь встречают их. Пытаются как-то обороняться. Пока что живы оппоненты. Вот тут вот хорошо встречает Горшунов котлету. Тема тут, правда, подставляется. Горшунов, перезарядка. Его не видели. Его не видели. А может быть и видели, кстати. Да, скорее всего видели. Но взаимные ревайвы тут происходят. Тема умирает. Умирает также и Хьюман. А вот Гуфи дает здесь распаковку. Ну, тут надо аккуратненько... Гуфи забирает, правда, Эльдроида. Ревайвит своих. С него сейчас, наверное, еще и так же распаковка пойдет. Ну и сместится, вероятно, у нас фронт на этот фланг. Да, видим, что красные сюда тоже оттягиваются. Будут встречать вот из этой колядки. Конечно, рискованно будет всем сюда в нее лезть. Арту Фрэмпач тоже тут начинает по ней гренить. Пошла уже атака. Мистер Мираж тут остается один вместе с Гуфи. Гуфи надо отходить, конечно, потому что его сейчас тут подожмут. Но с него еще рожаются люди. Он кидает гранаты. Довольно агрессивно играет. Дает распаковку вот прям под этим деревком. В принципе, Грушунов тут забирает Эльдроида. Все народились синие. Начинают они свое наступление. Красные там оттягиваются назад все-таки. Но гранаты по-прежнему сюда летят. Очень хорошие, кстати. И Гуфи тут прям на краю жизни ходит. Но двигаются все-таки синие калитки. Хьюман в нее заходит уже. Прорываются ребята под отель. Пытаются, пытаются они штурмовать отель. Но вот тут немножко они в цепочку все сложились. А Мираж, по-моему, там дальше даже пошел. А, их мы видим тут немножко приняли. Вот прям у этого перешейка. Но ССЛ по-прежнему жив. Поэтому синие здесь распаковываются. Красные мы видим, их встречают. Давайте вот с такого ракурса поглядим. То есть они подходят сюда. Пытаются навязать здесь бой. В принципе, пока это выгодно красным. Потому что тикеты капают у синих. И проходов. Ну вот сейчас, правда, там есть какие-то проходы. Кто-то пытался проходить. Хьюман, по-моему, это был. Его там встретили. Это как раз эльфдроид был. Мираж по-прежнему там еще где-то живой. Был. Но комары его сейчас забрали. Забрал. Но при этом расшатали немножко оборону на отеле. Тут бы какими-то более организованными силами прорваться синим. Но немножко не получается. Но мы также помним, что АК-101 в принципе более сильная пушка, чем эмка на старте. Для большинства игроков. Поэтому, возможно, у синих тут еще не очень получается. Именно из-за сложной стороны. Вот. Гуфи, в принципе, не уходит отсюда. Он по-прежнему дает распаковку под вот этим деревом. Ребята тут растекаются уже на центр. Выходит агрессивно кто-то встречать из красных. Это был котлета. Но его наказывает Тема с пистолета. Так, Хьюман там на центр смещается. Начинает двигаться туда. Ребята, да, вот синие тоже начинают здесь выходить. Хьюмана там, правда, забрали. Но пока, видите, еще не наладилась координация между командами. Я напомню, что ребята играют вместе впервые. Именно вот. Матч полноценный. То есть мы тренировались, несколько раз заходили в обе игры. Вот. Но именно полноценный матч. Они играют такими составами впервые. Ну и, соответственно, ребята из 21-42 пока еще не освоились двойки. Так что тут действительно отсутствие координации может случаться. И в этом нет ничего страшного. Абсолютно. Главное ее нащупать по ходу игры. Будем надеяться, что ребятам это удастся. Так, Гуфи продолжает здесь рожать людей. Тема выходит на центр. Перестреливается с кем-то. О-хо-хо-хо! Котлета сажает Тему на шоке. Вот это агрессивный такой мув. В принципе, здесь можно с тыла зайти. Да, что котлета походу и делает. Мистер Мираж его встречает. А Мистер Мираж-то его не пускает. И продолжают они двигаться дальше. Ну, вот тут мы видим им в спину. Тоже кто-то из красных заходит. А кто это им? Ну, не видим мы, к сожалению. Вот. Но синие, посмотрите, синие прорвались там до отеля. Единственное, они потеряли здесь Гуфи. Конечно, очень долго Гуфи сидел под одной березкой. Надо ему менять положение. Вот сейчас, например, на набережную какую-нибудь сходить. Было бы вполне себе неплохо. Там никто его не ждет. Вот, но туда идет кто это? Хьюман туда пошел как раз. Так, а здесь Мистер Мираж остался. Он, в принципе, даже кого-то тут забирает. Тикеты теряют красные. Вот, не сказать, что очень много. Гораздо больше теряют синие. Но, тем не менее. Собственно, да, Гуфи сейчас оттягивается как раз на правый фланг. Мистер Мираж тут на центре продолжает как-то помогать своей команде и стягивать силы. К нему оттягиваются Горшунов и Тёма. Вот. А мы видим, что ребята там вообще просочились далеко вперед. И уже там даже сейчас на сквере будут пытаться проходить. Горшунов подошел вплотную к отелю. У него тут немножко... Неорганизованно ему помогают тиммейты. Тёма вот сейчас будет прыгать на флаг. Тёма на флаге. Находит он тут даже одного оппонента. Ой-ой-ой, граната Тёму настигла Котлетина. Прям по таймингу хорошо кинули. Но, смотрите, зато сквад-лидер Гуфи просочился как раз на маркет. В принципе, маркет уже наполовину спущен. Возможно, сейчас удастся его забрать. Все силы сейчас брошены именно на маркет. Там единственное, вот Горшунов сейчас движется на сквер. Пока не подозревает, по-моему, красный, что у них затевается. И продолжает стоять на отеле. Вот сейчас выдвигаются они с отеля. Горшунов тут забирает сквер. Тоже немножко оттянет на себя оппонента. Но ему, конечно, тут кого-то бы в помощь. Потому что одному тут тяжеловато против четверых. Да, его здесь выбивают. Но отель ребята продолжают забирать. Пока что не забрали. Забрали. Синие закрепились на отеле. Тикет Блиц остановлен. И 12 минут до конца этого раунда у нас остается. Так, Реглиус здесь забирает комаров. Пытается поджать вперед. Но там немножко в тылу котлета делает грязь. И забирает полкоманды, включая Гуфи. Так, давайте. Тут вроде ребята поджимают. И возможно даже сейчас... Ну давайте ладно, посмотрим. Нет, тут есть еще ребята из красных. Три человека как раз-таки будут перехватывать. Гуфи там проточился наверх. Сейчас вот ему будет довольно больно. Потому что его тима не успевает за ним. Ой, граната! Гуфи! Гуфи забирает одного. Но котлета здесь довершает свое дело. Котлета с Эльфдройом хорошо работает. А на другом фланге немножко накрылось все у синих. И вот под маркет уже подошли. Но здесь мираж на страже стоит. Арту Фрэмпаджа он забирает. Такой дерби игроков 21-42 случилось. И продолжают ребята пытаться продвигаться к скверу. В то время как сквад лейдер синих Гуфи совершенно верно понимает, что надо сейчас идти на отель, раскачивать лодку еще сильнее. На отеле видим кто-то на дефе на перепрыжке тут вот остался. Поэтому есть кому встретить всю эту процессию. Вот сейчас вот он спрыгивает. Возможно, он даже немножко потеряет своего оппонента. Да, упускает он здесь из виду. Вот красный кто тут бегает. Че-то немножко у нас дергается все на сервере. Ой, вот все, отдергалась. Надеюсь, что только у меня Горшунов начинает спускать флаг. По нему уже ведется огонь. Ой-ой-ой, Горшунов тут дафа настигает. Гуфи, соответственно, ой, дает еще и распаковку. Но вот правда на маркете тут все плохо у синих. Тут надо кого-то еще на деф, видимо, тоже отправить. Но не получается. А, решают синие просто отдать маркет, судя по всему, и забрать отель. То есть мы видим все синие на отеле. Выдвигается сразу кто-то на сквер. В принципе, это хорошее решение. Возможно, для синих. Потому что мы видим все красные практически на маркете были. Но сейчас, по-моему, красные. Да, красные будут быстрее на сквере. Поэтому они тут смогут уже оборону какую-то выстроить. Регелус тут залезает на крышу. Мистер Мираж. Хьюман занимают обронительные позиции. Обратите внимание, как играют ребята из 21-42. Они действительно... Ну, то есть вот если в БФ-2 как-то больше таких движений шашкой на голову. Потому что приучены ребята кидать аптечки на ход. Там хиляться и все такое. То вот ребята из 21-42, у которых чемодан по чуть-чуть хиляет. Они всегда занимают какие-то обронительные там ящики, сооружения, еще чего-то. И вот из них пытаются настреливать и аккуратненько так поджимать. И мы действительно видим, что вот эту тактику ребята используют и здесь. Но здесь она немножко хуже работает, чем в 21-42. Но это как бы особенности вот того, что ребята из разных дисциплин. Собственно, Гуфи продолжает здесь наступление со своей командой. На дефе у нас остается Мистер Мираж и кто-то еще. Вот они тут перестреливаются с Артоп Рэмпой. Джом Хьюман помогает своему однопартийцу по клану ГД. Продолжает кидать гранты. Но там уже нет никого. Хьюман, все хорошо, вы справились, молодцы. Гуфи здесь умирает. Вот так вот от Эльфдроида. Но его поднимает Сема. Продолжается здесь перестрелка. А вот у Хьюмана, кстати, проблемы на отеле. Кто-то успел пробиться. А это тот же Артоп Рэмпой, что он тут забрал, кстати, двоих. Но вот на отеле тут ребята из 21-42 месяца. Регилу сюда подошел. То есть ребята из 21-42 просто все решили прийти на отель. И вот тут вот что-то устраивать, походу, свое локально. Не хотят они сближаться со своими тиммейтами из Б2. Причем из обеих команд. Да, вот видите, и Снепон здесь. Вообще вот все ребята из 21-42. Вот только сейчас появились все остальные из синей команды. Так. Ой. Давайте посмотрим за кем-нибудь. Вот за Хьюманом, например. Как он стреляет. Хьюман уверенно здесь вместо своей команды оброняет отель. Не дают они его забрать. Ну а отбросили все-таки красные своих оппонентов именно вот до точки. Уже под лагом, собственно, есть люди. Занимает перепрыжку также кто-то. Вот сейчас с нее спрыгивают. У синих позиция хуже, но они накидывают гранатами. Ой-ой, в спину им заходит Снепон. Хорошо так. И сейчас вот тут тиски замкнутся. Ой-ой-ой, как плохо. Грушуновая миража забрал Снепон в спину. Но тут идут ревайва. Тема поднимает своих. Забирают даже они одного. Еще, еще. Тема. Тема, тащи. Тема забирает с ножа котлету. Пытается тут как в Спартане сбиться до конца. Очень хорошо играет админ PlayBF2 и Т-геймера, действительно. Вот. Но все-таки отбрасывают здесь синих. Нету. Не хватает ревайвов. И ребята вынуждены начинать заново. И тикеты снова капают. Поэтому не очень хорошая ситуация для синих. Гуфи тут, видим, пошел в такой более стратегический и коварный проход куда-то в сторону сквера или маркета. Сейчас понаблюдаем, куда именно он пойдет. А ребята продолжают давить под отель. Но здесь вот их встречают. И даф, и котлета. Ну, в общем, весь красный пока этот киллфит. И вот Миража здесь тоже забирают. Хотя он пытался котлету тут добить. Так, народились там ребятки из синих. Опять они идут на маркет. То есть, я так понимаю, что все силы сейчас будут брошены туда. Но кого-то бы на сквер, конечно, отправить бы. Кроме Горшунова. Это же Горшунов. Потому что, ну, одному тут сложно будет встретиться, конечно. Снова подозревают красные что-то. Снова не успевают они сразу начать подозревать. Но вот Горшунова тут придется, конечно, не сладко. Он один. И вот не ожидает он здесь котлету. А котлета здесь есть. Забирается маркет. Там вот, видимо, еще Регалус тоже хорошо занял высоту. И прикрывает взять флага своими тиммейтами. Даже кого-то забирает. А, эльф-дроид он тут забирает. И ребята начинают вот наверх уже пробираться. Занимать верхотуру. Так, ну, здесь мы видим, кто-то из красных уже спрыгнул вниз. Забирает Регалуса. Это Art of Rampage. Обороняются ребята. Видим, что их поджали немножко на точке. Ой-ой-ой, там эльф по респаму еще пошел. Хьюмана миража забрал. Здесь остается Горшунов. Только кто-то пытается выйти. Тема. Поджимают. Ну, срочно сейчас надо Гуфи выбегать с главки. Да, остальным изо всех сил пытаться дефать. Возможно, каких-то ассалтов брать. Скидать под стволники. Ну, или вот так вот тоже, в принципе, воевать в упоре. Ой, Горшунов нашел С4, но не успел реализовать там. Хотя, кстати, и нельзя реализовать Горшунов. У нас вообще это запрещено правилами. Так что, возможно, эльф тебя спас. Но, возможно, Горшунов просто пытался там нужный кит найти. И не хотел, не имел в виду ничего такого. Вот. Но, тем не менее, выбили здесь практически всех синих. Остался, правда, Региллус. И, в принципе, на него там можно будет попытаться скинуть скват или что-то такое. Или он просто подождет, пока все уйдут отсюда. И забрать под шумок маркет. Правда, это будет, конечно, идти очень долго. Гуфи, мы видим, очень спешил. И его там Дав принял, по-моему. Вот. И из-за этого не успели тиммейты выйти. Антиред называется скват у синих. Потрясающе. Видимо, не хотят они его называть. Блум. Продолжается атака синих. Региллус, мы видим, забирает там маркет. Потихонечку в одного. Горшунова встречают на флаге. Один он пошел вперед. Так, Тёма сейчас неудачно очень залезет на перепрыжку. Но у него дробовик. Практически он успел выстрелить. Но Дав тут оказался быстрее все-таки. Так, а Гуфи там занимает позицию для того, чтобы выдавать распаковку на отель. Ну, тут, конечно, какую-нибудь витиеватую эту распаковку на Региллусу бы дать. Но это действительно сложно сейчас скоординировать. Я думаю, ребятам, тут надо и так пытаться что-то стрелять, играть. Вот. Ну, смотрите, синие тут начинают перехватывать инициативу под отелем. Тут, конечно, вот очень неудачная распаковка. Горшунову-то никто не может помочь. Нету никого. Начинает ножевой поединок. Тут просто три человека бегают с ножами. Месяца. Но Хьюман решает закончить этот балаган. Хотя тут идут ревайвы. Заходят Хьюману и Миражу в спины. Заходит этот Снепон был. Но его все-таки наказывают за ножи. Еще забегает кто-то из мяков. Это Котлета. Забирает он Тему. Забирает Хьюмана. Но нет. Мистер Мираж тут не прощает. Сейчас будет ревайвить своих. Да, ревайвы пошли. Регилуса выбили на маркете. Но он оттянул часть сил красных. И, собственно, отель, в том числе, благодаря этому забрали. Продолжается наступление синих на уже сквер. В принципе, две минуты остается. Еще теоретически могут они поставить фулкап. Тикетов хватает. Но надо более агрессивно тут действовать, ребятам. И вот Гуфи тут накрывают. Поэтому не очень получится ему вперед поджать. И время неумолимо капает, конечно. И не на пользу это синим сейчас. Тут тем более уже штурмует отель. Ой, мистер Мираж. Мистер Мираж. Там проблемы. Мистера Миража забирают, как и Тему. Если тут кто-то на обороне, есть Гуфи. В принципе, с него можно распаковаться. Но у Гуфи тут у самого проблемы. Немножечко начинаются. Флаг уже забирают. Распаковка сейчас пойдет, судя по всему, отсюда. Здесь будет очень большой нетспам. Поэтому, ребятам, надо как-то двигаться отсюда, уходить. Заходят им уже в спину. Нет информации. Тут Гуфи забирают Котлета. Котлета продолжает вести огонь в спину. Переходит на ножи. Нет, его тут все-таки забирает Тему. Поднимать сейчас будут Гуфи, да, своего склад-лидера. Тема делает это. Кого-то забирают тут еще, по-моему, синие. Но отброшены они от флага. Ой, Левдроид тут что-то ошибается. И его Гуфи за это наказывает. Нужно сжать под флаг, конечно. Теме нужна помощь срочно. Он тут один вряд ли справится. Его тут уже и с ножами, и с пистолетами, со всем чем можно. Только встречают. 50 секунд остается. Сейчас уже, конечно, не до фулкапа, конечно. Вот. Но надо хоть какие-то очки сохранить. А у противника забрать. Поэтому нужно синим тут наступать. Занимают они респ. Очень удачно тут появляется даф. Его за это наказывают. Потому что нечего появляться на респах. Всегда можно со сквад-лидера выходить. Хотя, возможно... Ну, ладно, посмотрим, кто-то, может, сквад-лидер. Тема поджимает флаг. Ему не хватает здесь помощи. Горшунов и компания контролируют там респы. Вот сейчас залетает хэдшот хороший по Снепону. И бежит как раз Горшунов вместе с Темой. Тема уже занимает флаг. Но вот по таймингу не очень синхронизировано получается. Здесь забирают их. Вот. А ребята... Остальные синие там связаны перестрелкой. Вот где-то тут. Эльф-дроид тут находит Хьюмана. Регелус его пытался поднять, но что-то не пошло. И вот с такой сальтухой заканчивается у нас первый раунд со счетом 156. В пользу команды красных. А когда тикет-блит, то как быстро убывают очки? Слушай, я честно говоря не могу тебе стопроцентно сказать как именно. Вот. Но достаточно быстро. То есть лучше это прекратить и чтобы они просто не капали. Вот. Так. По счету смотрим, что главный бомбардир у команды красных. Это внезапно Артур Фрэмпэйдж, игрок команды 21-42. Второй игрок Эдс Ниппон, тоже игрок команды 21-42. Смотрим на синих. У них первые два места это тоже ребята из 21-42. Вот так вот у нас все и происходит. А, комары, судя по всему, сквадлидер у красных. Вот. И он, соответственно, это с единичкой смертей. Но надавал, видимо, распаковок. Так. Ну и да. И дав, как мы любим говорить, ну бас. Но, в принципе, тоже нормально настрелял. И мы, конечно же, ничего не имеем против. Лайв пишут команды. Да, у нас тут, собственно, перерыв не предусмотрен. У нас перерыв будет после первой карты на 10 минуточек перед второй. Вот, поэтому... Ой, давайте перейдем за USMC. И будем смотреть, что у них тут происходит. А у них, кстати, эльфдроид и котлета, судя по всему, сквадлидеры. Они там дропаются, по-видимому. Но эльфдроид решает прям агрессивно повести распаковку по центру. А котлета... Ой, котлета, комары. Это же комары. А комары умерли тут. Грушунов их встретил. Не пускает тут Грушунов. Котлету здесь тоже встречают. Выбегают его поднимать. Аж два человека. Ой-ой-ой, тут... Кто это был? Тема, по-моему, оказался в неудачном положении. Один против троих. Продолжает здесь штурм. Красная. Их встречают синие. Там Грушунов, видимо, забирает еще двоих. Здесь Хьюман тоже работает. Мистер Миража забирает гранаты. Но, смотрите, уже на флаг запрыгнули красные. А красные, это Art of Rampage. Тут Эльф Дроид сразу дает распаковку. А, ребята, вы что? Вот только сейчас замечают, что флаг уже спускается. Что-то синие немножко проглядели. Я думал, они видят, что у них на флаге-то тело есть. Но, оказывается, нет. Вот сейчас забегает кто-то из синих. Встречает Art of Rampage. Это Хьюман. Хьюман забирает. Сейчас будет отель. Но красные уже на сквере реактивно просто перемещаются. Очень хорошие тут у них ротации происходят. И да, с Эльф Дроидом там и со всеми остальными прыгают уже дальше. Так, ребята, синие. Но надо срочно перемещаться. Они что-то все тут на отеле медлят. Никто не хочет суицидиться. Никто не хочет убегать. И вот это сейчас, конечно, не очень хорошо, блядь, будет. Нельзя тут медлить. Ни в коем случае. Очень быстрая игра. Так, но уже видим, в принципе, они не так, чтобы сильно медлят. Уже под сквер зашли. Котлета здесь остается один на дефе. Надо прятать с голову текстуры. Но... Что это? Гуфи, по-моему, он не очень хотел. И на характере забрал и котлету, и с непона. Забираю сквер здесь тоже, ребята. И сейчас вот, собственно, нету проходов никаких дальше. И комары уже ведет своих ребят к скверу обратно. Но тут их довольно жестко встречают. Дав отлетает от Темы. Идет распаковка здесь комаров. Все на этой лесенке. Но это тоже довольно рискованное такое предприятие. Ой, тут что, и гранатки летят. Тема тут оформляет минус два. Поднимает своего. А не поднимается. Вот, поднялся, все хорошо. Но комар здесь по-прежнему живой. Видим там, по-моему... А, Art of Rampage там куда-то дальше тоже проходит. Вот. Но комара тут пока что не пускает. Регглс тут совершает ошибку, выпрыгивая без парашюта. Забыл, наверное, что на девятку, а не на пробел. Ну, как бы бывает тут такое, да. С непривычки ребятам сложно там некоторые особенности вот эти игровые перенять. Эй, смотрите, комары под шумок-то там пробегают. Его не замечают ребята из команды синих. И комар проходит там вот дальше. А Art of Rampage ногами с маркета дошел почти до маркета... Ой, до отеля и умер там. Но благо тут есть эльдроид, который его рисает. И хьюмана здесь тоже выбивают. Собственно, забирается здесь и отель. А вот комар там где-то ходит, будет давать распаковку, наверное, на сквер. Котлета тут выбивает изо всех сил на маркете. Ребят тоже отдефали. И остается сейчас флаг у синих только сквер. Мне нужно срочно как-то отсюда разъезжаться. Не знаю, есть ли какие-то проходы сквадлидерские. А, да, есть. Вон, тут народились, собственно, ребятки. Выбегают все на маркет. Забирают его, забирают всех защитников. Вообще, исчезли отсюда красные просто. Только что была куча народу. Ну вот, испарились. Но, правда, забирают у них сквер. Здесь. Два человека появляются на дефе. Нет, давайте все-таки понаблюдаем за маркетом. Это гораздо более важный-то флаг. Так... Ой-ой, граната находит кого-то. Тему, по-моему. Ревайва-то тут нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну находится все-таки подъем. На половинку поднять надо флаг. Ребятам вот чуть-чуть совсем осталось. Надо прятать куда-то голову в текстуру. Ребята, аккуратно. Что же вы трете друг друга? Ну нет, успевают все-таки забрать синие. А у них там еще и отель забирается. Ну, то есть, как бы, у синих тут все, в принципе, схвачено было. Хотя, выглядело немножко тревожно. Так, Хьюмана здесь встречают на отеле. Два человека из-за этого оттягиваются сюда. И есть, в принципе, неплохие шансы пропушить сквер у синих. Ох, какая граната через дом пошла. У кого-то из синих. Art of Rampage и DAF тут будут встречать все это дело. С непон на крыше. А один человек только на сквере почему-то у синих. Остальных там где-то, видимо, забивают. Это был Грушунов, но он тут... А, вот его команда. Что-то тут они только подошли, видимо. Ой-ой-ой, граната Art of Rampage находит Регелуса и Гуфи. Прям вот как два зайчика встали под одну гранату. Неловко, конечно, получилось. Но, тем не менее, тут Комары дает очень коварную такую распаковку за шиворот на отель. Ой, на маркет, прошу прощения. Надо, конечно, его срочно дефать. Тут очень много людей. Успевают забрать тут что-то двоих. Но идут бешено ревайвы у красных. Очень хорошо ревайвят с красной. Нет, Гуфи тут не прощает. Так, а там Art of Rampage сел за стационар. Фигачит с пулемета еще. Но его наказывают за это дело. Комар не очень глубоко пошел, как сквад лидер. Вот здесь забирает. Вот сейчас главное не дать его поднять. А нет информации у красных, что здесь еще один человек. И вот сейчас будет подъем по Комару. А он не работает. А Комара-то не поднять! Эльф-дроид! Эльф-дроид по-прежнему здесь живой. Но вот неудачно тут получилось, конечно, с Комаром. Правда, на Эльф-дроида перекидывается сквад. Тем не менее, есть информация, что здесь где-то спрятался Эльф-дроид. Поэтому вряд ли оставят это просто так синее. Тем временем синие уже куда-то просачиваются дальше под сквер. Пытаются они поджимать. А вот флаг их уже начинает дымиться. Потому что здесь Эльф-дроид и Котлета вдвоем его забирают. Даже еще даф подошел. И вот сейчас надо срочно дефаться синим. Но здесь только один человек у них. Это, конечно, супер-тревожное обстоятельство. Вроде почти все живые синие. Но почему-то здесь только один человек. Тем не менее, этого, в принципе, достаточно. Вот сейчас синие оттягиваются. Забирают здесь и арту Фреймпеджу тоже. Хорошо, отбиваются. Отбиваются здесь синие. Надо срочно разъезжаться. С квад-лидера не осталось. С квад-лидера здесь не осталось. У красных вот только Снеппон сейчас подошел. Тема тут встретил, но он один. Снеппон движется дальше. Забирает он Грушунова. Здесь кто-то еще его пытается встретить. Ой-ой-ой. Что ж ты не стреляешь? Видимо, что-то там перезарядка или еще что-то такое. В общем, не пошло со Снеппоном. Так, а вот есть ли проходы у синих? Я, честно говоря, не знаю. Пока тут вроде кого-то встретили. И не дали пройти. И вот есть пара человек на дефе. Но, в принципе, кого-то где-то... Вон там Гуфи что-то убивает кого-то. Но, правда, Гуфи тоже сейчас забрали. Возможно, ему не очень сладко. Снова атака идет на маркет. Комары там с Неппон с верхотуры. Ребята, у вас флаг забирают синенькие. Да, вот сейчас, конечно, летят Гранты. Но вот это уже немножко пахнет керосином, честно говоря. Потому что флаг забеляется. Подходит у с автоматом Регелос. Ой-ой-ой, забирают его. Остается три человека. Тема, Гуфи и кто-то еще. Хьюман. Но вот два человека сейчас подбегают. Подбегают, пытаются ретейкаться. Ой-ой, Гуфи тут встречает. Тема делает минус два. Поднимает своего тиммейта. Идет подъем от Арту в Рэмпиджу. Ой, какая волнительная ситуация. Дафа остается один против двоих. Заходит сюда. Дафа, дафа убить. Вы что? Ой-ой-ой. Синих тут на ошибки ловят, конечно, красные. И ставится первый фулкап. 171-0. Красные тут оказываются сильнее. И первая карта уходит у нас с вами в красном. Так, сейчас, возможно, надо будет уточнить. Возможно, нам стоит поменять сервер. Сейчас, прошу прощения, пока заглушечку поставим. Сейчас надо уточнить. Собственно, ребят, сейчас у нас 10-минутный перерыв будет. И потом мы с вами начнем вторую карту. Так что никуда не уходите. Да, Тёма дрался как лев. Это правда. Так, пока информации по серверу нету. Счет мы с вами пропустили. Не посмотрели счет, как ребята сыграли. Ну, ладно. Потом, значит, посмотрим. Ну, да, как-то не пошло здесь у синих. Как-то красные больше, быстрее нашли, скажем так, взаимодействие друг с другом. Да, 171-0 счет в этом раунде. В первом был 156 тоже в пользу красных. Поэтому первая карта, в принципе, однозначно уходит красным. Но посмотрим, как будет на Джалалабаде. Собственно, вторая карта, я напомню, у нас Джалалабад. А Котлета давно вроде уже играет в Real War. И во всех ивентах, и во всех турнирах участвовал, которые были вот осенью прошлого года, скажем так. Поэтому, да. Вот так вот. Так, соответственно, в 2057 мы начнем второй раунд. Точнее, вторую карту. Перерив до 2057. Семья. Ой. Ну, да. Я, конечно, гений. Тоже не учел особенностей игры. Чего? А, ладно. Я уже испугался. Мне написали, что нет доступа у меня. Но у меня есть доступ. Да, хорошо. Так. Собственно, карта... Роу Туджалалабад. Она, возможно, у нас пройдет еще быстрее. Потому что здесь все точки захватываемые. И, в принципе, любая ошибка из обеих команд может привести к тому, что... Поставится фулкап. Собственно, это у нас единственная карта такого рода. Которая... Без незахватываемых точек. Ну, собственно, здесь главка у... Американцев. Два белых флага. Тикет-блида, соответственно, тоже здесь нету. Ну, разве что только когда все флаги забраны. И вот два вот этих белых флага. Отель и... Маркет. И главка команды МЕК. Вот такая вот замечательная мечеть. С тематическими звуками. Ну и не поверите, сколько времени я провел на вот этих картах в своей молодости. Сколько было. Нервов потрачено. Сколько было друзей найдено. Сколько новых необычных знакомств. Кланваров. Ивентов. Чего только не было. ESL-ы какие-то. Не ESL-ы. Товарищеские матчи. Не товарищеские. Одни турниры, другие. Очень много, на самом деле. Богатая очень история. У BF2. В принципе, не менее богатая, чем у BF2142. Но я вот больше с таким бэкграундом. Двоечным, скажем так. Так, сейчас прошу прощения. Почему-то именно с Джалой замута КВ-шную ассоциацию. Но на самом деле Джалабад, это, по-моему, вторая после Карканда карта по популярности. Именно пехотная, в первую очередь. А конквестных, в принципе, гораздо больше. Так, ну, нет. На самом деле, вот после этого я что-то решил, что... Давайте все-таки будем менять сервер. Чтоб мне не нравятся салаги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так, сейчас мы будем тут параллельно решать по поводу сервера. Поэтому, ребята, извините, что я буду отвлекаться. Так. 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 в общем давайте наверное я какую-нибудь музычку вам поставлю потому что тут надо будет решать вопросы прошу прощения собственно через минут пять мы точно с вами уже услышимся а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Тёма мёртвый, а Мираж Нет, возможно Но вот сейчас Мираж выдвигается Поднимать Тёму, ой, неудачный подъём Не получается здесь Отревайвить, его, конечно, забирают Тоже обидно, наверное, сейчас Мираж делает Выход, что лучше бы я оттуда И не выходил, в принципе Так, а здесь, смотрите, что-то запахло Керосином, судя по всему, ребята Синие оттягиваются назад Встречают здесь Загулявшего комара И выбивают его отсюда, и теряют, правда Джанкияр-то они, что Собственно, не очень Хорошо для мап-контроля И на отеле Тоже никого нету, и вот там Неспешная процессия туда только выдвигается Но ребята брезгуют суицидами Я бы, конечно, уже орал, что суицид Здесь Это игровая механика, если что На курсе Тут есть такая кнопочка Которая мне почему-то не отображается Ну да, потому что я сам мёртвый Ну, в общем, поверьте, она тут есть И она позволяет очень быстро Ротироваться по карте Хотя, конечно, название у неё такое себе В текущих реалиях Гуфи остаётся здесь один Забирает, в принципе, он Арту Фрэмпэйджа Очень сильного противника Судя по всему По прошлой, по крайней мере, игре Арту Фрэмпэйдж На первой карте, точнее Очень такой Серьёзный результат выдавал Гуфи забирает здесь ещё и Дафа Но на самом деле ему надо куда-то идти Потому что он всё-таки сквад-лидер Гуфи Нет Не засиживайся Пожалуйста Так, а Хьюман и Мираж Смотрите, двигаются вот своей связкой Командной Хьюман решил всё-таки Что с пистолета ему комфортнее И, в общем, Снепон за это наказывает Хьюман, Хьюман Я же говорил вчера, что мало урона наносит Не верит пистолету Его прекрасная регио Это всё миф Ну, не то чтобы миф Просто действительно очень мало урона С пистолета наносится Поэтому Просто ребятам не очень привычно с пушками Здесь играть Регио забирает здесь Снепона Но не успевает поднять, к сожалению, своих тиммейтов В принципе, паритет сейчас по флагам Но, технически, фулкап ставили синее На главке у них нету, вроде бы, пока никого Так, и Хьюман здесь вместе с Грушуновым поджимает Вот сейчас Хьюману бы помочь Хьюман, Хьюман, давай, давай Ай, не успевает немножко по таймингу Ой, там ещё один выходит противник Ну, тут Хьюман, конечно, неприятной ситуацией оказался Бежит туда же и Гуфи Гуфи, аккуратно, там много людей Но его тут встречают И на маркет уже кто-то запрыгнул Мистер Мираж оттягивается на деф Тоже хорошую позицию для обороны занимает В принципе, стандартную Для двойки Но просто неожиданно ждать это от игрока 21-42 И очень много ребят находят красных на маркете Его спускают Но мы видим, что кто-то, Тёма, спускает джанк-ярд А вот регелус смещается с отеля на деф-мечете Как-то очень неправильное движение, как по мне Но ничего бывает, как говорится Гуфи успевает здесь появиться Делает он минус по Снепону даже Тут ещё Мираж ему помогает И смотрите, Гуфи забирает Art of Rampage Не даёт поднять Снепона И сейчас маркет будет забран обратно А Тёма спустил таки в одиночку джанк-ярд И уже наполовину его поднял Слушайте, Тёма действительно говорил, что Вот, я давно не играл в БФ-2 И вообще я не клановый игрок Я тудым-сюдым А действует очень правильно И, в принципе, будь он сквад-лидером Я бы даже с него вышел Ну вот, так что Тёма молодец, да, действительно Так, а здесь ребята, кстати, поджимают уже отель Но теряется мечеть у них Тут есть, конечно, противодействие какое-то Но очень распличенное Гуфи и его команда Human Regulus Human здесь уже забрали Гуфи будет его поднимать, наверное Хотя Гуфи как раз бы не рисковать С его сквад-лидерством Но вот стягивает сейчас Гуфи на помощь Regulus'у Human бы тоже туда отойти Гуфи буду встречать сейчас в упоре Но нет, Гуфи тут с Непона застаёт В неудачном положении Human поднимает он Выходит здесь Кто-то, по-моему, Regulus А, нет, Грушунов выходит А, нет, Грушунов выходит Вот сейчас выходит Regulus Четыре человека сейчас Оттягиваются на деф Но очень плохо всё там у Human и Грушунова закончилось Регulus идёт туда Его здесь тоже встречает Гуфи остаётся один Гуфи, беги! Чё ж ты с пистолет стреляешь? Беги! Беги! Гуфи решил Не убегать никуда Так, а у Тёмы там чё-то проблема Не, у Тём всё хорошо Он забрал точку Только сейчас вот к нему тут подходит Ой, ему сейчас по пяточкам и стреляют Не, не буду стрелять ему по пяточкам А, Тёма, Тёма! Там человек уже на флаге А вот Тёма знает, что тут человек на флаге И забирает его туда Встретились два админа, как говорится Один с NoGames А другой с PlayBF2 Прям как начало анекдота Вот, обмениваются команды главками По-прежнему небольшое Ну, прям мизерное преимущество у синих Но им, конечно, надо сейчас фулкапы какие-то ставить Потому что надо мстить за прошлую карту Но вот что-то не получается у них здесь на маркете Ничего Regulus остаётся один Видим, что у них там есть движение под отелем Сейчас они отель тоже будут забирать В принципе, решили обменяться картой Вообще просто Обменяться всеми флагами, какие есть Но вот тут проблема, что остаётся Гуфи один Горшунов выходит Ой, как не вовремя-то просто Не успел понять, что происходит Гуфи его поднимает Горшунов воюет Гуфи, спасай! Гуфи там Куда-то пополз Непонятно куда Так, Горшунов остаётся один Успевает он здесь отревайвить миража Забирает одного Горшунов Продолжает работать дальше Забирает ещё раз Тут ревайвы, конечно, идут Горшунов один Нет, ну, тут уже три человека И непонятно, то ли ревайвить, то ли что Вот, но Regulus прошёл под маркет Сейчас будет его пытаться забирать Остальная команда, конечно, синих отброшена Назад Вынуждена Чё-то тут пытаться делать А Regulus избирает комар На дефе И вот так вот пока выглядит рисунок у нас Игры Отбросили, конечно Красные своих оппонентов сейчас Вот, собственно, это преимущество начинает Стремительно сокращаться И вот уже Количество тикетов в пользу синих У нас идёт Но Гуфи, видимо, проходят там вперёд Дальше Но вот на Джанк Ярде То, что нет никого на обороне Это, конечно, печально Тут вот Уже кто-то прибежал Надо его выбивать А выбивать некому И как-то ребята Очень опрометчиво бросают свой флаг Но вот сейчас выходит Кто это? Это Тёма Выходит на оборону Опять Тёма Накидывает гранд Ой, не докинул И собрал с Непона Тем не менее Тёма явно Всё просчитал заранее Вот Но, тем не менее Его здесь забирают Он сейчас даёт информацию Что Джанк Ярд Ребята, мы сейчас теряем Тем более, что тут Три человека сейчас будет А смотрите Ревайв-то не даётся Поэтому сейчас, видимо Какая-то распаковка будет Коварная у Красных Но тут ещё Граната кидает Мистер Мираж И Тёма И Тёма, кстати Тоже здесь Вот им надо выбить Этого человека На крышу Как-то И докинуть гранаты Опять не идёт Граната у Тёмы Чё-то не везёт Но это да Это надо тренировать Хотя вот, смотрите Всё повезло И эльфа он тут выбил Поднимается Джанки Ярд На маркете У них всё плохо Закончилось А на мечети Вот тут Гуфи забрали Эх, флаг Забелить бы Хотя бы Флаг забеляется Да, в принципе Две главки Сейчас пытаются Поднять Синее Непонятно Что будут делать Красные Ой, а сейчас Распаковка с мечети Будет И сейчас вообще Просто гамбит Разыгрывают Синее Вот только забрать надо А тут не очень Всё гладко Тут всё-таки Красные приходят Сюда Нагнетают Но ничего у них Не получается И похоже Что синее Нет, ещё есть ревайвы Ещё есть ревайвы Хьюман здесь забирает Эльф-дроида Ещё идёт ревайвы От красных Грушунов идёт уже в упор Но теперь Грушунов В меньшинстве Забирает он котлету Остаётся ещё один человек Садится за ЛМГ Господи Какая драматичная Тут игра происходит Но всё-таки Нет, действительно Синие забирают Две главки И сейчас у них Два самых важных флага А у красных Два Ну практически Моментально спускаемых Поэтому довольно Драматичная ситуация Разворачивается для красных Синям нужно Поставить точку В этом раунде Но возможно Красные сейчас Успеют реабилитироваться Хотя в принципе Видим вот сейчас Что синие Обе точки контролируют Нету никого Ни на мечети Из красных Никто никуда не проходит А вот синие Наоборот Наступает здесь На маркет Правда На отель Там не получилось Тут конечно Было бы классно Какой-то опять-таки Гамбит Сразу на два флага Агрессивно разыграть Но Мы помним Что синие Впервые играют Вместе Вообще Как команда Поэтому Ну Не факт Что это Получилось бы Так На джанки ярд Вот как раз Стягиваются красные Нет Все-таки Сейчас видимо Будет Более лайтовый Сценарий Когда красные Заберут свою главку А синие Заберут Маркет Но Тут по-прежнему Воюет синие Но вот Дав Все это Заканчивает В моменте А на отеле Кстати есть тоже Хьюман Синий Все-таки Пытались Ребят поставить Фуллкап В принципе Задумка Неплохая Сейчас Если успеет Забелить Хотя бы Хьюман Эту точку То будет Некомфортно Уже Красным С одним-то Флагом Но смотрите Красные Даже здесь Как-то успевают На маркете Что-то Грязь какую-то Делать Арт оф Рэмпач Но его тут Тема Опять же Грантой Своей Находит К Хьюман Сейчас возможно Выйдут Потому что Он здесь Один Ой И мечеть Оказывается Тоже Красные Просочились На мечети Смотрите Сейчас вот Ровно обратная Ситуация Когда Теряют Две главки Синие И занимают Вот эти Самые Два Коротких Флага Гуфи Тут Отходят Для того Чтобы Забирать Мечеть Видим Что человек Там Что-то Подозревает Идет Как раз В ту же Сторону Да Гуфи Тут Кстати По-моему Даже Заспотали Выходит По одному Синие Но Их тут Собственно Несмотря На то Что Они Перестреливают Кого-то Их Забирают Вот Сейчас Конечно Будет Плохо Все Для Синих Надо Срочно Какую-то Главку Забирать Мечеть Там Например Гуфи Тут Очень Саевого Пробует Играть Но Спот Идет Там Вон Пробегает Как раз Боец Мимо Гуфи Нету Пока Информации Кажется А Нет Есть По Гуфи Информация Ему Там Грена Уже Наглого Накидывали И Даф Его Здесь Забирает Тоже Видим Что Даф Технично Довольно Играет Пылесосит Вот Эти Позиции Подозревают Что Где-то Можно Ждать Сквад Лидера Так А Тема Здесь Расправляется С Арт Оф Рэмпэйджем Отодвигается Вместе С Тема Как раз Появляется Рядом С Арт Оф Рэмпэйджем Перестрелка Патроны Кончились У Темы Тема Работает Ножом Но Нет Арт Оф Рэмпэйдж Его Здесь Перестреливает Остается Реглус Реглус Идет На выручку Своему Тиммейту Забирает Он Арт Оф Рэмпэйджем Поднимает Тема Флаг Белый В принципе Смогут Они его Поднять Если сюда Никто из красных Не придет На маркете Пока все Спокойно Но это Спокойствие Временное И действительно Красные Моментально Тут все Могут перевернуть Особенно Если синих Никого Здесь Не останется Гуфи Пока не очень Понимает Что делать Идет Посередине На всякий случай Постраховать Джанки Ярд В случае Чего И Отель Не Идет он Все таки На Джанки Ярд Сейчас будет Хорошая В принципе Распаковку Давать Да Здесь Выходит Тема Сейчас еще Регелусу Выйти А тут По-моему Один только Человек У красных Получается Что А нет Вот в уголке Тут еще Был комар Комара Забирают А с непона Тоже забирают Гранаты Хорошо По таймингу Сработали Здесь синие Будут забирать Джанки Ярд Они Себе На маркете У нас Пока Никого Нету Регелус Здесь Прочекал Все хорошо Пошел На мечеть Ну по одному То что они тут Ходят Хьюман И регелус Это конечно Тратит Время Определенное Которого Не так Чтобы много 55 секунд Между тем Остается До конца Этого Раунда Счет Не в пользу Синих Но он Супер Равный Там вот Сейчас Забирается Еще мечеть В принципе Если Ну не Не успеет Хьюман Даже Забелить Мне кажется Флаг А тут еще И на маркет Забирается Да Тут уже Вряд ли Что-то изменится В этом раунде И еще Вот Тикет Блит Сейчас У синих Начинается Регелус Там ползает Что-то Не поднимается У него Гуфи Вот сейчас Поднялся Бегут Они дальше Так А как дела У Хьюмана Хьюман В одиночку Собственно Забеляет Флаг Практически Ну вот Видите Действительно Главки Очень медленно Идут Когда в одного Спускаешь Это надо Конечно Тоже Принимать Во внимание Ну остановил Тикет Блит Поэтому Там пару Тикетов Я думаю Хьюман Этим Мувом Спас В своей Команде Но вот С минимальным Вообще Перевесом Выигрывают В этом Раунде Красные Так По счету Смотрим Опять Ну что Происходит Регилус Хьюман Главные Бомбардиры У Синих У Красных Снеппона Эльфдроид Я честно Говоря Немного Шокирован Потому что Ну вот Только Эльфдроид Сбф2 Как-то В топы Пробился Вот Ребята Ну С другой стороны Комары Эльфдроид Здесь Квадлидерами В основном Были Котлеты Не знаю Видимо После Реалвара Не может К ваниле Как-то Попривыкнуть Вот у Темы И Горшунова Не так хорошо Шло Хотя Смотрите Горшунов В принципе С Хьюманом На равных Сыграл Просто У него там Этих Командных Очков Чуть-чуть Меньше Меньше Флагов Позахватывал Поэтому В принципе Это Плюс-минус Равная Игра Лайв пишет Эльфдроид Напишем Тоже На всякий случай Не кричи Пожалуйста Минус Уж Ну я прошу прощения Но действительно Драматичный Момент Был Так что Ну я в принципе Довольно громкий Должен быть Поэтому Если что Делайте Просто потише Если у вас Например На максимум Включен Включен Стрим Лучше Потише Делать Так Мы смотрим Нет Мы будем Смотреть За красных Все-таки По одному Раунду За каждую Команду Так Красные Смотрите У нас Очень Амбициозно Делятся Три на три Кто на Маркет Кто на Отель И Эта Амбициозность Стоит им Того Что на Маркете Никого не Остается Кроме Арту Фрэмпайджа Хотя В принципе Он может Здесь Перестрелять Тут Один Только Игрок Из Синих Поджимает Он Активно И Забирает Тем Да Но Тем не менее Все-таки Оттягивает Немножко Время Тут Тратится У Красных И тем более Что синий Здесь продолжает Оборону На Отеле Забегает По одному Красные И просто Лопаются Как шарики Но Остается Сквадлидер Который Комары Слушайте Комары Просто Мне кажется У него талант Будет сквадлидером Действительно Очень хорошо Перемещается Он Сейчас Даст Распаковку На джанк ярд И Очень Больно Будет Синим Который Наверняка Об этом Даже Не подозревают Вряд ли Они Смотрят По табуляции К сожалению Вряд ли Будут Ожидать Такой Мув А тут Уже Четыре Человека Разразилось У тебя Вот Какие-то Гранаты Вроде Летят Возможно Есть инфа Но я Никого Не вижу Никого Из синих Здесь Нет Забирается Джанк ярд Очень Большими Силами А синие Че А синие На мечеть Что ли А ну Вот Сейчас До мечети Да У них Докатился Два Человека Тоже Будут Опускать Но Как-то Вот Пока Джанк ярд Забирался В принципе Ничего Не реализовали Синие Ну Хотя Нет Вот Сейчас Тоже И на Маркет Они Забежали Но Как-то Несвоевременно Меня ждали Явно Действительно Они такого Убово Сейчас Два Человека Спускают Здесь Мечеть Тоже Поднимается Здесь Эльф Пытался Выйти На Деф Но Его Выбили Поэтому Успаковки Здесь Не будет Маркет Тоже Заберели Нет В принципе Смотрите Все нормально У Синих Они Конечно Потеряли Главку Но Хотя Под Маркет Им Не дадут Просто Так Забрать Флаг Да Их Тут Перестреливают Но Опять Так Время Потянули На отеле Правда Отель Тоже Забираются Красными Ну Нет Это Все равно Неравноценный Тут Обмен Получается Тикеты Сейчас Закапают Наверное Хотя Нет Смотрите На маркете Повыбивали Не будет Ничего Капать Выбили Синие Большими Силами Красных На маркете И Установили Паритет Движутся Они Дальше Завязывается Какая-то Перестрелка Довольно Жестко Здесь Просто Смешались Кони Люди Но Килфит Видим В пользу Красных У которых Все-таки Калаше Видимо Это Тоже Как-то Решает Но Гуфи Тут Гранатами Находит Последовательный Дафа С Непона Остается Котлета Котлета Один Ну Ему Тут Надо Ревайвить Но Он Что-то Не Хочет Видимо Он Не Ожидал Что Все Его Полегли И Такой Ой А может Быть Кстати Какой-то План У них Есть Нет Вот Сейчас Он Поднимает С Непона Все-таки Возможно Там Кто-то Выйдет С Сел А Ну Да Смотрите Вот Собственно Эльфдроид С Сел Сюда Прошел С него Выходит Вышел Арт Оф Рэмпэйдж Забирают Они Мечеть Джанкияр Кстати Тоже Спускается Синими Это Небось Опять Тема Тут Нет Это Упаковку Тут Сможет Дать Даже Так Синие Тут Пытались Еще Отель Спустить Это Был Регелус Но Он Тут Был Немножечко Один Грушунов Там Вдалеке Дафа Забирает Но Сейчас Ему Конечно Сюда Не Стоит Уже Ити Да Отходит Он Назад Там К нему Подходят Его Тиммейты Какие Товки Полетели На Войне Все Средства В принципе Хороши Предпринимает Попытку Забрать Снепона Но Не Получается Теперь Снепон Знает Где Гуфи Сейчас Наверное Грандки Будет Подкидывать Снепон Тут Конечно Менее Выгодной Позиции Потому Что С Гуфи Идет Распаковка Но Снепон Прочно Укрепляется Здесь К нему Подходит Даф На помощь Сейчас Спину Кому Настреляет Да Это Был Тема Так Гуфи Остается Здесь Один Даф Не Понимает Пока Что Здесь Вообще Происходит И Получает За Это В Табло Гуфи Был Близок К тому Чтобы Отдаться Честно Говоря Но Снепон Нужна Очень Активная Распаковка Гуфи Аккуратно Ты что Ты Сквад Лидер Надо Аккуратнее Играть А что С Гуфи Никто Не Выходит Там То ли План Какой А Смотрите Какая Беда Фу Хаб Стоит Ой Ну Да Тут Что Не Пошло У Синих Конечно Но Красным Надо Выбить Отсюда Гуфи Что Не Так Просто Как Кажется Вот Котлета Улетел До Свидания Ой Граната Граната В принципе Да Рабочая Схема Для Того Чтобы Выкуривать Отсюда Но Гуфи Вам Так Просто Не Отдастся Ну Конечно Обидно Да Тут Ну Мне Действительно Кажется Что Проблема Именно В том Что Недостаточно Ротаций У Синих Было Потому Что У них Один Сквад Лидер Они Довольно Мало Мобильные А Красные Со Своими Дропами Сквадов Гораздо Более Мобильными Получались И Поэтому Здесь Конечно Ставится Фулкап Мы Сейчас Посмотрим По счету На всякий Случай Вдруг Там был Перевес Какой-то Жесткий В пользу Одной Из команд По Очкам Там По стрельбе Тудым Сюдым Но Мне кажется Что Нет Да Смотрите По 9 Киллов С непон Гуфи 5-7 Тут Вообще Больше 5-4 4-3 5 Ну Тут Немножко Похожих Human Mirage Сыграли Комары Да Больше Настреляли Но При том Что У Ребят У Красных Были Калаши Они сыграли Плюс-минус Поровну По количеству Киллов Здесь действительно Мне кажется Исключительно Вопрос Какой-то Тактики Был И ротации Потому что Действительно На Battlefield 2 Очень важны Ротации Вот Но Тем не менее На самом деле Довольно Интересная игра Была Я надеюсь Я надеюсь Синие Синие Сделают Правильные Выводы В принципе У них Есть еще Завтра Игровой День И они Смогут Вполне Себе Спокойно Отыграться Принять Как бы Во внимание Все Ошибки Которые Происходили И Собственно Отыграться Вот Потому что Опять-таки Есть Игроки Очень опытные Из 21-42 Которые Могут Помочь Есть там Какие-то игроки Которые играли В обе дисциплины Посмотрим Что будет Завтра Собственно Ребята На сегодня Это все Завтра Мы с вами Увидимся В то же время На том же месте В 8 часов На этом Твич канале Я видел Кстати У нас были Какие-то донаты Давайте их Зачитаем Так Задонатили Нам 300 рублей Давайте посмотрим Бруклин Nice voice man 2142 Forever Ну Бруклин Thank you If you Watching us Right now Вот Такой вот Термоядерный Акцент И Уфис Задонатил 200 рублей Плюс бабло Минус лаги Спасибо Я тоже надеюсь Что лагов Сегодня было Не очень много У ребят И надеюсь Что их будет Еще меньше Завтра В Battlefield 2142 Что же Ребят А на этом Субтитры